Надеюсь, но у нас будет 15-20 минут перерыва. Я вас очень прошу, за эти 15-20 минут подумайте хорошо, услышали ли вы призыв Божий, обращенный к вам в эти три дня. Попытайтесь услышать голос Бога, который зовет вас на это служение, и подумайте хорошо сегодня, вот за эти 15-20 минут готовы ли вы выйти вперед сегодня и быть среди тех, кто будут посвящены на это служение. Это очень серьезно, друзья мои. Это очень серьезно. Я помню, когда нас на юге Молдовы, братья с униона решили, что призывают на евангельский труд на всемирное поле. И когда нам об этом сказали, у меня начали дрожать руки. Я думаю, ну это же не шутки. Это не то, что меня призвали где-то быть миссионером, там на год, по контракту, на два года, или еще. Это служение на всю жизнь. Я так молился и говорю, Господи, смогу ли я делать это или нет. Но, слава Богу, вот уже 9 лет, как мы идем вперед после того, как нас рукоположили. Это очень серьезно, друзья мои. Поэтому я прошу вас, за эти 15-20 минут, помолитесь, подумайте, анализируйте. И когда вместе с братьями будем молить Бога, будем просить Его, чтобы Он благословил вас и нас всех на этот труд, чтобы мы шли вперед. Однажды как-то я услышал такую очень интересную фразу. Вообще-то это был вопрос. А вопрос звучал в следующем. Знаете, какая разница между успешными людьми и неуспешными? Знаете, какая разница между успешными литературными евангелистами и неуспешными? Знаете, какая разница? Цель. Нет. Цель это само собой, она должна быть. Разница в том, что один встает и делает, а другой нет. Вот в этом и вся разница. Потому что опыт приобретается каждый день, выходя на поле. Он приобретается. Мы растем. Мы приобретаем познание. Мы начинаем понимать людей. Мы начинаем работать над собой. Мы улучшаем наши презентации, убеждения и так далее и тому подобное. Но для этого нужно выйти, нужно идти, нужно встречаться с людьми. Для этого нужно что-то делать. И когда мы это делаем, тогда у нас все получится. Поэтому давайте используем эти 15-20 минут. Может быть, для молитвы, для анализа и через 20 минут мы все вместе с вами здесь соберемся, потому что мы хотим помолиться за него.